Нас окружают стереотипы. Можно сказать, что наша жизнь один большой стереотип. Проснуться, проверить соцсети, умыться, позавтракать, проверить соцсети, одеться, выйти, закрыть дверь на ключ. Эти действия мы выполняем автоматически, не задумываясь. Такое вот стереотипное утро. И стереотипы ведь помогают нам экономить время, чтобы не анализировать абсолютно все наши действия. Иначе мы бы просто сошли с ума. Мы этого не осознаем, но они окружают нас повсюду. Но вот в путешествиях стереотипам точно не место. Пришло время их ломать. Бытует мнение, что путешествия с палаткой – это слишком сложно и требует какой-то суперподготовки. Ну а уж что говорить о маленьких детях. Им вообще там не место. Ну что, махнем на Селигер, чтобы развенчать этот стереотип? Селигер – главное озеро Тверской области. Даже не озеро, а целая система озер. Протяженность береговой линии 500 километров. Это как расстояние от Питера до Твери. Островов на Селигере больше 160. И самый крупный из них – Хачин. Туда-то мы и едем. Добраться до Селигера из Питера просто. Сначала на поезде до города Осташков можно как напрямую, так и с пересадкой в Балагое. Затем на автобусе или такси до деревни Светлица. Стоимость такси в среднем 400 рублей. А телефоны висят на каждом столбе. Есть вариант добраться на теплоходе, который отходит от пристани все в том же Осташкове. Мы выбрали самый экзотичный для этих мест способ передвижения – автостоп. Экзотичный, потому что большинство водителей делают так. Живой! Живой! Я что-то надеялся! Давайте все настроимся, что мы сейчас поедем на машину. Не могу. Не любой. Настроимся для начала, девочки. Давай портели все. У вас портели бы хотят брать? Держи, Игорь. Все так изменилось, что? Первый раз нам не останавливается никто. После часа бесплодных попыток поймать попутку нам, наконец, повезло. Там нет, Лиза. На Светлый, Игорь. Я туда как разъезжаю. Вау, круто. Поэтому знаешь, что мы туда. Нас подобрала Татьяна, уроженка городома, второго по размеру и первого по секретности острова Селигера. Она наотрез отказалась рассказывать, почему доступ был разрешен только по пропускам. Но из открытых источников мы узнали, что там располагается производство космической отрасли. С Татьяной мы доехали до Светлицы, где нас уже ждал четырехместный катер, который за 500 рублей развозит туристов по окрестным островам. Продолжение следует... Многие путают два понятия – кемпинг и поход. Хотя это два совершенно разных туристических направления. Приезжая в кемпинг, ты как бы приезжаешь на все готовое. Уже разложена палатка, предоставляются пенки, спальники и даже питание конкретно в Селигерце входит в стоимость одного места. А когда ты идешь в поход, ты сам несешь все на себе. Отвечаешь за свою безопасность, за свое жилье, за питание, за комфорт. Отвечаешь абсолютно за все. В этом выпуске мы решили рассказать про один из кемпингов в России – про Селигерец. Селигерец – это семейный кемпинг, расположенный на крупнейшем острове Селигера-Хачин. Его основатель Алексей – самый настоящий ветеран Селигера. Ездит сюда еще за школьных лет. Идея создания, она, собственно, пришла, но по большому счету, сама по себе. Не было даже мысли о том, что вот такое возможно. А была просто детская мечта приезжать на Селигер, приезжать чаще. Я впервые приехал на эту землю, когда мне было 12 лет. Цена проживания в Селигерце – 1200 рублей в сутки. В эту сумму входит место в палатке, трехразовое питание на кухне кемпинга и даже теплый душ. Кормят здесь по-походному просто – каши, супы, тушенка, макароны. И сытно. Каждому хорошему аппетиту полагается добавка. Несмотря на то, что кемпинг предоставляет практически все условия для комфортного отдыха, нужно с умом продумывать личные вещи. Например, обязательно взять резиновые сапоги. Стиль стилем, а вот найти вакцину от змеиного укуса на острове весьма проблематично. Так как мы приехали в кемпинг на все готовое, свою палатку мы оставили дома. А вместо нее, по предложению наших друзей из Rebel Gears, взяли с собой туристический гамак. Он легкий и компактный, в свернутом состоянии занимает место не больше, чем спальник. При этом гамак – это полноценное спальное место с защитой от ветра и дождя. Но, как и в палатке, на ночь стоит утеплиться пенкой и спальниками. Среднее расстояние между деревьями в России около 5-6 метров. Это идеально, чтобы натянуть туристический гамак. И, кстати, он совершенно не зависит от поверхности, поэтому можно остановиться там, где действительно нравится. Но вот многие говорят, что им можно заменять обычную туристическую палатку. Удобно ли это? Сегодня проверит наш оператор. Проверишь же? Да, он согласен. Останавливаясь в кемпинге, хорошо будет узнать его программу на дни пребывания. Например, Селигерец организует для своих гостей квесты переправы через реку, массовые игры и обучение ориентированию. Что сделать? Фото подстроить из команды неопознанной летающей компанией. Давайте НЛО сделаем, хоть поднимем наверх, а другие типа ножки. Причем основной упор делается именно на детей. Даже есть возможность провести там детский праздник. Как-то это не сходится со стереотипом, что детям нечего делать в лесу. Нравится, здесь можно по лесу гулять тихо, спокойно. Когда надоедает, уже в городе шумно, душно. Здесь приятно. А здесь всегда холодно. Да, просто единственное, ты просто привыкаешь к тому, что не так комфортно. Потому что жить в палатке, это все-таки там не матрасик. На островах Сильгер помимо кемпинга есть также компании, которые дают в аренду очень прикольные вещи. Например, вейкборды или водные лыжи. Также лодки, моторные, немоторные, любые. Для нас это хорошо, потому что мы студенты, и привезти на себе катер мы не можем. Поэтому мы возьмем сейчас лодочку в аренду и поучимся гребле. Для начала, самые простые правила безопасности на лодке, если захотите переходить или двигаться, перейти на нос, вернуться, очень важно не вставать в полный рост. Смотрите внимательно. Вот эти перышки, вот эти перышки, плавники их называют по-разному, они не должны опускаться в воду, по большому счету, ну вот, больше, чем вот настолько. Вот это сильно. И тогда начинают тереться весла. Смотрите, вот так происходит. Видите, след, вот он. И если вот так эксплуатировать, то за короткое время весло перетерлось и сломалось. Как держать расстояние? Мы ставим нос на буйок, вот таким образом. И в тот момент, когда нос смотрит на буйок, запоминаем достопримечательность на берегу. Вот теперь очень удобно. Не надо крутить головой, вы двигаетесь. Видите, лодка начала чуть-чуть смещаться куда-то, там, предположим, куда-то сюда. Вы это сразу видите, раз, ее поправляете, продолжаете двигаться. Теперь надо пробовать. Плывем к Пиратскому острову. Правой ухой. В другую сторону. Правой. Правой. И вот в эту, да? Нет, нет, правой обычное движение. Ага. Правой обычное. Правой рукой поворачиваем направо. Я вижу куст. Иду к острову. Глубоко тебя репускает. Видишь цель, идешь к ней. Ты разворачиваешь нас. Или я разворачиваю? Потому что я хочу взять пиратскую острову на баргаш. Ты не понимаешь? Мы должны захватить острову. Немедленно. Отличная команда. Вода прохладная, а воздух еще прохладнее. Но как можно летом, находясь у озера, не искупаться? Мы таки решили. А-а-а. 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 После купания идем греться к общему костру. Вечер начинается с традиционного совместного похода за хворостом. Участвуют все свободные жители кемпинга. Сидя у огня на острове, окруженный лесом и водой, чувствуешь природу ближе. А этого так не хватает городским жителям. Вообще нам даже показалось, что атмосфера в селе Герцца напоминает пионерский лагерь с расписанием, общей деятельностью и, конечно же, вечерними кострами и играми. Атмосфера детства Бинокль! Парад! Парад! Как отблеска к заката, костер меж осен пляж. Ты что грустишь, бродяга, а ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Игорь, сколько можно спать? Давай, давай, давай. Вообще, Маш, с мужчинам нужно побольше спать. Что, как спалось, Игорь? А, отлично спалось. Фу! Основная неприродная достопримечательность Селигера – Нилостоловенская пустынь. Сюда проезжают паломники со всей России. От селигерца до пустыни 10 минут на катере. И за это с нас собрали целых 500 рублей. На территории монастыря девушка должна обязательно надевать юбку и головной убор. Можно купить в лавках у продавцов рядом с монастырем. Ну, а можно взять в самом монастыре бесплатно. Только обязательно вернуть по окончанию прогулки. В православии пустынь – это место уязненного жительства одного или нескольких монахов. У истоков этого места стоит преподобный Нил Столобенский. О нем мало что известно. Ни даты, ни место рождения, ни имени, которые он носил в миру. Но зато известно, что в 15 веке он 27 лет провел отшельником на острове Селигера Столбный. Местные верили, что он исцелял и спасал путешествующих по суше и воде. После его смерти на остров начали приезжать последователи. Образовался мужской монастырь. Все было хорошо. До революции. В 1919 году все ценности были разграблены. Мощи Нила Столобенского вскрыты. Через 8 лет монастырь закрылся. Он успел побывать в трудовой коммунной, колонии для малолетних преступников, тюрьмой для польских военнопленных, госпиталем, опять колонии, домом престарелых и турбазой. И только в 90-х годах снова стал монастырем. От начала к началу. Для паломников, желающих посетить Нила Столобенскую пустыню, есть хорошая новость. В прошлом году военные построили новый мост, по которому можно перейти на остров. И на катер теперь тратиться не надо. Из монастыря мы вышли около 4 часов дня. Из Осташкова в Санкт-Петербург поезд ходит только один раз в неделю. В воскресенье. Сейчас немного не воскресенье. Поэтому добираться мы будем через Балагуе. А вот до Балагуа мы доедем, ну будем пытаться доехать автостопом. 100 километров, вызов принят. Также до Балагуа ходит электричка, но только раз в день в 14.20. Мы на нее опоздали. Когда мы ехали сюда, то мы уже поняли, как в Тресской области тяжело с автостопом. Но выбора особо не было. Маша! Погода на огонь валит! Маша, хватит отдыхать! Надо ловить автостоп! Он не ловится! Что делать, если не ловится автостоп? Вот и я не знаю! Девочки, куда идете? Вастяшка! В пешку! После часовой, непринужденной пешей прогулки, нас подобрали москвичи. Машины с тверскими номерами, видимо, принципиально не останавливались. По трассе мы проехали 70 километров. Дальше нам было не по пути. Ну что, Маш? Мы добрались до половины отрезка. Девушки. Мы проехали 70 километров. 70. Осталось 30. Там не 100, там 240. Сколько? Ага, 243! Интересно, сколько километров мы сможем пройти пешком, учитывая, что трасса позади, а впереди настоящие узкие дороги. Кому с ним плевать, я хотела, эх, месиво! Покуда мне голодно, значит мне весело! Соболь впереди, тупик мой, халявая! Эх, рваные джинсы, карманы дырявые! Живчик, живчик! Без полезного звучит! Нам только бибикает и все! Нашими попутчиками снова оказались жители Москвы. Илья и Дмитрий выехали из города еще утром и до сих пор не могут доехать до дачи. Все из-за таких автостопщиков, как мы. Хоть и не по пути, но нас добросили в вышний волочок. Посмотрим, как можно добраться до Петербурга. Может, через Балагой, а может, сразу в Петербург пойдем. Нам повезло, и мы купили билеты сразу до Санкт-Петербурга. Каким бы сложным ни казался путь, дорогу осилит идущий. Заметили, как рухнул еще один стереотип? Даже в Кверской области на почти пустой проселочной дороге автостоп работает. И мы в этом убедились. Время смотреть на Россию по-новому. Ведь путешествия начинаются там, где ломаются стереотипы. Санкт-Петербурга.